Экран докладчика в программе Kino. Экран докладчика это обязательный инструмент для каждого выступающего. Чтобы запустить эту функцию, мы заходим в меню воспроизведения и нажимаем опробовать слайд-шоу. Преимуществ сразу несколько. Самое главное, мы видим следующий слайд. Нам легко плавно переходить от одного тезиса к другому. Мы заранее озвучиваем следующую тему. Наши слушатели понимают, о чем дальше пойдет речь. При этом на экране проектора ваша аудитория введет только текущий слой. Ниже мы видим заметки докладчика. Когда мы готовимся к важному выступлению, имеет смысл подготовить себе текст со шпаргалкой. С ними вы уступаете уверенно, ну и конечно не перегружаете ваш слайд текста. Программа показывает нам тайны. Это важно, когда надо вписаться в ограниченное время. Заходим в настройки. Это кнопка в верхнем правом углу и добавляем тайны. С ним нам будет гораздо проще рационально использовать время, чтобы у нас не получилась скомканная концовка. Иногда нам приходится пропускать слайд. Например, если они не актуальны для конкретного выступления, или вам нужно быстро перейти к нужному и прокомментировать его. На экране докладчика в верхнем левом углу есть кнопка показать навигатор. Нажимаем ее. И у нас появляется выкладка всех слайдов презентации в миниатюре. Мы кликаем на нужном и сразу на него переходим. С этой функцией наше выступление будет как бы бесшовно. Еще важный нюанс связан с онлайн выступлением. Если мы запустим показ экрана в приложении для конференции, например Zoom, то ваша аудитория будет видеть ваш экран докладчика целиком. Это не порядок, но, к счастью, это легко исправить. Мы запускаем конференцию и начинаем демонстрацию экрана. В окошке Zoom выбираем «Расширенное» и включаем показ только части экрана. На экране появится маленький зеленый прямоугольник. Это та часть экрана, которую видит наша аудитория. Мы переходим в экран докладчика и наводим этот прямоугольник на текущий слайд. По необходимости мы его подгоняем под размер. Готово! Мы работаем с экраном докладчика, как обычно, а наши слушатели видят только текущий слайд.